приветствие день добрый больше не подходит потому что пришел день злой нам нужно быть сегодня сильными чтобы все преодолевший устоять каждый должен делать свою работу и приближать общую победу вообще-то злой день в украине уже давно минимум восемь лет но сегодня он просто лютует и отчасти потому что многие так и не поняли что он приближается играли с этим огнем но обо всем по порядку как видите я буду подсматривать потому что я написал то что я хочу сказать потому что очень хочу не сорваться в эмоциях последние пять дней по нормальному не мог выходить в эфир по двум причинам во первых миллион звонков решений дорог вообще ориентировки что делать как делать налаживание системы вывезли детей пожилых родителей вывезли жен прямо сейчас вот только сейчас моя жена несколько часов назад и мои внуки мои несовершеннолетние дети пересекли границу я остался здесь остался со многими мужьями которые остались здесь чтобы вместе противостать злу чтобы вместе трудиться чтобы вместе увидеть другую страну и другую жизнь понимаете с другой стороны я пытался понять я должен вообще говорить что то что может поменять вообще понимание что происходит или просто нужно сегодня спасать людей и все-таки прихожу к выводу что я должен это сделать я по порядку это будет несколько выпусков сегодня начну с россиян сегодня начну с того как это пришло благодаря тому что многие так и не поняли что приближается это очень злой день и думали что это просто игра в политику мы пока здесь наладили лагеря для переселенцев организовали логистику для вывоза беженцев доставляем обратном направлении продукты хотим доставлять топливо пока это сложно получается вот в общем то дежавю только в этот тысячу раз вот мощнее чем было в четырнадцатом году это все совершенно другая картинка а я здесь вот наконец обосновался в правильном месте для моей основной деятельности основного призвания вот по двое сирены сидел сегодня писал это послание уже никто не убегает потому что как только с беларусь или с крыма взлетают самолеты по всем большим городам звучат сирены но что никто не знает куда полетят эти самолеты куда полетят эти ракеты знаете вот мозги отказываются верить что это вообще происходит с нами вот иногда ты думаешь ты просто видишь страшное кино но это не кино это происходит с тобою началось что что все с того что утром в пять утра моя жена в 4 проснулась молилась была тревога на сердце и в пять утра там что-то с копейками и разбудил меня разбудил ее голос что сережа вставай началось все это все эти дни конечно заняты работаем но все время осмысливаю вообще что с нами происходит почему понятно что в первую очередь я думаю о церкви о роли церкви я не буду говорить сегодня ко всем я говорю сегодня к евангельской церкви я говорю к тем кто возомнила себе что он является солью и светом так вообще-то должно быть но раз такие вещи с нами происходят то очевидно есть то о чем нам стоит с вами поговорить сегодня почему мы стали частью этой трагедии и как мы на нее реагируем начну по порядку это я сказал будет несколько выпусков я сегодня начну с того что сама мне как бы хотелось бы сказать уже очень много лет восемь лет мы как глашата и говорили о зле которая растет на наших глазах но нас не слышали сегодня я посмотрел жалкое блеяне сергея васильевича ряховского это блеяне по-другому назвать не могу а это лидер российских христиан это так выглядит сегодня протестантизм он не только так выглядит в россии мы стали такими мы так реагируем ноги и только украина сегодня знаете от этой скорби в ней рождается совершенно другое представление совершенно другая реакция совершенно другие слова совершенно вот другое состояние сердца которое вам скажу она мне нравится я нахожусь в эпицентре сегодня сопротивление я вижу как мыслят люди как меняется вот это знаете вы улетучиться все вот это советская такая ментальность и ты совершенно по-другому можешь честно называть вещи своими именами посмотрел что говорил ряховский посмотрите потратьте время и поплачьте вместе вот я особенно если вы с россией его цитата первое дорогие братья случилось страшный бро братоубийственный конфликт конец цитаты я потихонечку буду по кусочкам послушайте когда каин убил авеля это был братоубийственный конфликт мог ли господь сказать эй ребята каин авель вы что вы там ссоритесь бодрствуйте осторожно грех лежит у порога вашего дома нет он сказал каин уберегись грех пробирается к тебе он может овладеть твоим сердцем то что сегодня происходит совершенно не братский конфликт это каин восстал на авеля и вы сергей васильевич часть каина и балукавите вместе с ним вы не отодвинули грех от своего порога он поглотил вас он сожрал вас вы обезумели и вот кровь авеля сегодня в украине льется и она вопиет и она на ваших руках цитата независимости от причин война это ужасно да что вы говорите это звучит красиво но солдат идущий убивать и солдат спасающий страну это совершенно по-разному один убийца один герой они не ссорятся они неравные там абсолютно пропасть лежит между солдатом захватывающим и солдатом защищающим знаете мне хотелось бы вам сказать да достаньте вы как финие свой заржавевший меч и наконец своей дряхлевшей рукой хоть что-то скажите праведное святое что может хоть как-то удовлетворить гнев божий писание говорит о псах разучившихся лаять бредище лежа говорит вы блеяли когда грех лежал вот у порога вашего дома когда была захват крыма вы радовались вы серьезно еще говоришь чтобы радовались и вот я говорю всем христианам россии вы прошел лепили свою страну вы радовались то время когда происходил этот захват по кусок а вы этому радовались вы нам говорили о вы открыли ящик пандоры а мы говорили это зло это не гражданская война вы кричали нас там нету вы поддерживали то что дело государства вы можете представить что сейчас происходит реально просто искандерами бомбятся города умирают люди сносятся целые дома кварталы уничтожаются вы понимаете что происходит это происходит благодаря тому что вы блеяли все эти годы понимаете блеяли не говорили не лаяли а вы должны были лаять бог поставил вас сторожами вы должны были лаять а вы тех кто лаяли перекрывали им кислород вы гнобили тех кто лаяли кто говорили что вот это и зло а вот это есть добро вот это есть свет а вот это есть мать И сейчас продолжаете блеять. О каком братоубийственном конфликте вы говорите? Вы скажите, Каин восстал на Авеля. Понимаете? Вот так вы скажете, может быть, Бог помилует вас. Зачем вы это проклятие, как священники, призываете на свою голову? Зачем вы это делаете? Вы псы, разучившиеся лаять. Господь проклянет Каина, и с этим проклятием это получите вы. Ваша страна проклятая. Посмотрите, весь мир, весь мир сегодня спасает Украину. Я вам скажу, Украина сегодня в лучшем состоянии. Даже в этом состоянии она лучше. Дух людей. Я проезжаю сегодня по всей Украине, сейчас здесь мотаюсь, вывозим людей. В каждом поселке мужики возле мостов пилят вот этот весь деревья, где там что, чтобы свободный подход был, чтобы можно было видеть, чтобы не взорвали мосты. В каждом селе самооборона, вот, люди выходят, которые сами решили, ну, спасать свое жилище. Понимаете? Это люди, которые любят свою страну. В то время, когда Путин со своим агрессорским мышлением двигался сюда, чтобы нападать, вы блеяли и хвалились фотографиями с ними. И когда мы это вам говорили, вы рассказывали, что мы занимаемся политикой. Вы там дальше в этом послании говорите, что любовь важнее границ. Серьезно? То есть, границы можно сдвинуть, но при этом любить человека. Жена Мунтяна говорила о сексе, который не является изменой. Вот точно такую глупость говорите вы, что границы не важны, важна любовь. Это знаете, на что похоже? Вы забираете у ближнего его жизнь и говорите, главное, братан, что я тебя люблю. Путин всегда врет, говорит о какой-то братском народе и посылает свои искандеры. И вы ему вторите, вы говорите, мы любим вас, братья, братоубийственная война. О чем вы говорите? Ваш фюрер лжет и фигачит искандерами и самолетами. Уже его рука тянется к красной кнопке. Так что любовь и вера – это не какие-то виртуальные такие понятия, что вот мы вас… Не надо слов. Меньше слов – больше дела, есть украинская песня. Меньше слов – больше дела. О какой любви вы говорите? О той, что сегодня в Харькове кассетными бомбами бомбило просто город. Женщина лежит у подъезда с оторванными ногами. А вы молчите и говорите, будем молиться Господу о мире. Вы цитируете Писание о том, что вы не убоитесь, если и полка полчится на вас. Серьезно. Вы дрожите все эти годы не от полка, а от полководца своего. Человека, командующий полками, вот таких же людей, которые не имеют своего мнения, не имеют своего взгляда, не имеют своей позиции. В кулуарах, при личных встречах, вот эти епископа, которые молчат, они мне говорили, Сергей, мы боимся. Мы знаем, что Путин такой, мы знаем, что… Но мы боимся. Так вот я Путину сегодня рассказываю. Все епископа знают, кто ты такой Путин. Они просто боятся. Но вы играете в роль, что вы его поддерживаете, что вы такие миротворцы. Так делали с Гитлером. А сегодня Путин и Гитлер ничем уже не отличаются. Абсолютно уже ничем не отличаются. Он так же само лгал-гал. Знаете, что случилось с Россией? Вы врали так, что сами уверовали в свою ложь. Вот так врали, что сами уверовали в нее. И вы пытаетесь сейчас себя успокаивать. А посмотрите, солдата убитого взяли телефон, говорит, «Мама, я в ужасе», мы херачим по мирным жителям, по всем подряд. Понимаете? А вы там называете это не войной, а специальной операцией. Да называйте вы хоть миротворческой это операцией. От этого это не становится меньшим злом. Как вы отмоетесь? Куда, Сергей Васильевич, и я же с тобою, Сергей Васильевич, куда вы будете прятать фотографии с Путиным? Вот ваши внуки возьмут. Папа, это кто? Ты дружил с Гитлером, папа? Вам дети это скажут. А вы даже сейчас, когда это случилось, у вас не хватает мозгов, или заткнуться, ничего не говорить. Просто закрыть себе рот, замолчать. Или сказать. Понимаете? А вы этого не делаете. Вы открываете Сергею Васильевичу рот и рассказываете о некой такой, елейным голосом, о некой такой ситуации, что вот братоубийственная война, и вот нужно просто молиться о мире. Да не услышит вас Господь о вашем мире. Не услышит. Потому что ваши ручки, они в крови. Потому что вы молчали, когда делало зло. Вы говорите молиться мировых лидерам о том, чтобы осуществилась Божья воля. А какая она Божья воля? Ведь у священника ищут воли Божьей. Ведение воли Божьей. Священник приходит и говорит, как думаешь, что вы? А вы? А какой воле? Как вы болитесь? Божья будет до воли твоя. Скажите мне волю. Так вот, родите ее, произнесите ее из сердца волю Божью. Вы должны знать ее. А если вы ее не произносите и не знаете, но вы лжете, вы знаете волю Божью, только вы ее не называете. Потому что вы позволили своим мозгам быть промытым или на самом деле в это уверовать, или просто настолько убоялись, что теперь вы подпеваете этому. Все эти годы подпеваете. Я это говорю, чтобы вы такие, как вы, начали каяться. И не называли вещи такие, знаете, что вот так обтекаемо. Мне один рассказывал, как одного разбирали дело, и он каялся за блуд. Знаете, как он каялся? Прости, Господи, я не явил твоей святости. Вот так хреново каетесь вы. Очень хреново. Понимаете? Вот так вы каетесь сегодня. Вы рассказываете, да будет воля Божья. Так воля Божья в том, чтобы Каин не убивал Авеля. Бог предупреждает. Каин, не убивай Авеля. Грех лежит у порога дома твоего. А вы что, этого не знаете? Так раскройте глаза, зайдите в YouTube, посмотрите картинки этого ужаса, что сейчас происходит с нами. Посмотрите, что происходит. А вы еще все не определились. Я вот думаю, вы еще не определились. Вы думаете, так, 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 нужно что-то сказать, обтекаемое, общее, потому что мы же еще не знаем, кто победит. Потому что вас неправда интересует. Вас интересует, кто победит. И когда победит Украина, будете рассказывать, показывать, что мы же там к миру, мы молились, мы призывали. Понимаете? А если вдруг, не дай бог, Гитлер победит, московский, то у вас будет все хорошо. Вот воля Божья, значит, такая была. Так, может быть, подскажите мировым лидерам, подскажите волю Божью, в чем является воля Божья. Потом вы старательно призываете, я думаю, это главный месседж вас, друзья мои, главный месседж Ряховского. Призывает не пастить в соцсетях непроверенную информацию, не ведущую к миру. Задачу Путлера выполняете. Понимаете? Чтобы россияне не знали, что идет настоящая война. Вам, как священнику, нужно было бы выйти и просто заорать на все, заорать, не бледь, а заорать. Боже мой, до чего мы докатились. Россияне, дорогие, мы сегодня бомбим братскую Украину. Понимаете? Вот что вам нужно сказать? И призвать весь свой народ, и умереть с этим, Сергей Васильевич. И это как сам сон будет для вас, который в конце завалил этот столб, погиб сам, но он стал хоть в этом смысле каким-то героем, который отомстил. Отомстите Путлеру открытым призывом. Христиане, все перепащивайте в своих постах, что это настоящая братоубийственная война. Это Каин восстал на Авеля. Горе нам, горе нам. Кричите, горе нам, чтобы Бог защитил вашу страну. А вы уже, наверное, бензин заправляете сюда ехать, союзы подключать, да? Как в Крым бежали. Так вот сюда едете, союзы сейчас подключать. Работы у вас духовной много будет. Бомбят Харьков сегодня смотрел. Это просто ужасно. Киев бомбят. На Житомир ракеты пустили. Как вообще это можно представить? Знаете, что же постичь, сейчас вы посоветуете своим христианам в соцсетях? Котиков? Бутербродики? Что постить? Шуточки или что? Что вот сегодня христианам постить в соцсетях? Вот так, закрыть глаза? Какие же, вот знаете, это гнусное, змеиное отродье. Вот это суть вашего послания, понимаете? Дерьенко, Андрей, я тебе тоже говорю, почему ты молчишь? Пастырь добрый. Почему ты молчишь? Война уже началась. Почему вы молчите? Ашая, Врындыч, почему вы молчите? Вы думаете себя сохранить? Вы церковь погубили. И когда мы говорили, вы нас сволочью называли, Рындыч, ты меня сволочью называл. А вот сегодня нас уже бомбят. И Клюшин Иван, тебе говорю, ты боялся, что НАТО придет к тебе? Меня сегодня, Иван, убивают, а мы с тобой детей спасали. А ты кружечки с Путиным все постишь. За пости сейчас, что не вижу ничего плохого у Путина. Делай это. Вы помогаете все, фюреру своему, убивать людей. Весь мир, вся, вся граница. Сейчас наши заходят. Венгрия, Польша, Румыния. Люди бесплатно кормят, стоят, все, с бусами приезжают, размещают бесплатно. Весь мир спасает. Весь мир. Слышите, весь мир, мусульманские страны, все помогают Украине. Только Россия одна видит по-другому. Потому что в ней не оказалось праведников, которые бы открыли глаза. Эти праведники закрыли глаза и молились о мире. А мир не пришел к ним. Потому что их руки в крови. Вы как будто бы говорите пророку. Не говори нам плохие вещи. Говори нам что-то хорошее. Не пости нам что-то плохое. Это не служит к миру. Сколько мне запарили, писали, не суди, не суди. Не суди. Вот и не досудились. Вот и допостились котиков. Сергей Васильевич, я бы очень хотел, чтобы вы один раз попали под настоящую бомбежку. Чтобы так наложить в штаны, чтобы не елейным голосом с Богом разговаривать, а орать, Боже, будь милостив ко мне. Вот чтобы один раз это случилось, вы бы по-другому разговаривали. Вы бы увидели что-то по-другому. Сбросьте вот эту елейность, сбросьте ее. Скажите, я вам скажу прямо. Мне украинский солдат, матом говорящий суть, больше нравится, чем ваш елейный, блеющий голос, говорящий ложь. И знаете, я вам дерзанее скажу, Богу это больше нравится. Вот я сейчас заявляю, Богу больше нравится человек, который матом скажет правду, чем человек, который елейным голосом скажет ложь. Потому что сердце у того человека чистое. Я не призываю матами разговаривать, но у него сердце чистое. Он говорит правду. Он честен в своей внутренности, а вы нет. И прикрываете это елейным голосом. Поэтому Иисус, грешнику, собственно говоря, говорящим матом, говорил, я не сужу тебя, и ел с ними, и пил. А фарисея говорил, гробы вы окрашены. Понимаете? Потому что они в красивые слова облекали гнилые вещи. Вот в чем суть фарисейства. Понимаете? И Бог это ненавидит. Вчера я прощался с семьей. Позавчера, вернее. Они отъехали долго. Долго еще не могли перейти границу. Жена колечко принесла. Одела мне напальниц. Ну, я его забыл. На тумбочке она принесла, одела. Заплакала. Села в машину. Взяла дочку, внуков, внучка. Я его тискал напоследок. Он меня почти не знает. Он родился, я почти сразу, у меня была длительная поездка. Месяц ему было, как я уехал, приехал уже, ему больше. В общем, я его мало знаю, моего внука. И очень хочу с ним познакомиться поближе. А он подпрыгивает на ручках. За что это, скажите? Зачем это? НАТО приближается. А он не знает ничего о НАТО. Он просто родился, чтобы жить. Уехала внучка, я шарик воздушный, которым она игралась в последнее время. До самого отъезда игралась. Бросила на кроватки. А я его целую. Это то, что у меня осталось от внучки, шарик воздушный. Хочется, что он не лопнул. Так что оставьте свой елейный голос для ваших отупевших от пропаганды и многолетнего вашего вот этого елейного блеяния. Прихожан. А нам он противен. Мы его чуем. Просто молчите. Просто тупо молчите хотя бы. И не поститесь. Вы призываете поститься? Бесполезно. Бог не услышит. Понимаете, к Богу нельзя идти, когда руки в крови. Их надо выбрать что-то. Понимаете? Надо перестать делать зло и тогда идти к Богу. Надо выбрать. Ненавидит Господь насилие. И в Его доме не водвориться злой. Поэтому сотворите достойный плод покаяния. Лучше заорите от горя и стыда хоть раз в эфир. Ударьте себя в грудь и скажите прости Господи. Начните с покаяния. Вот то, что я хочу сделать, почему это говорю? Начните с покаяния. Ну уж сейчас хоть покайтесь, когда весь мир это видит. Когда всем уже понятно. Сейчас покайтесь. Чего вам это покайтесь? Скажите прости нас братья украинцы. Мы протупили. Вы видели это, а мы делали вид, что не видели. Может быть этим отведете гнев Божий. Что же вы сейчас? В это время, когда в 21 веке летят ракеты, самолеты, сносятся города украинские, вы в это время блейте, что это братоубийственная война. Да когда совесть какую-то нужно иметь? Не молчите. Я обращаюсь ко всем простым россиянам, христианам. Вы нам не верили. Вы думали, что мы играемся в политику. Вы останавливали нас, вы нас стыдили. А теперь пришло время покаяться. Напишите мне, напишите Махненко, напишите другим, своему Сипко напишите. Прости нас, Юрий Кириллович, мы думали, ты просто гонишь. Напишите им об этом. Дайте нам хоть в этот момент увидеть, что вы не совсем конченые, жестоковыные люди, которые уже совершенно всем ясно, а вы продолжаете тупо, тупо верить в эту пропаганду. Я вам скажу, у вас наступает абсолютно черные времена, абсолютно черные времена. И вы знаете, вот мир не будет спешить вам помогать. Это проклятие, потому что сегодня нам помогает весь мир и будут помогать, потому что нам Бог помогает. Я знаю очень много свидетельств сейчас, солдаты говорят, это что-то удивительное. Во-первых, дух на народе, у нас нет страха. Если вы видели эти лица, никто украинцы не боятся, никто. Все сражаются сегодня, все готовы сегодня просто стоять как один. Посмотрите на Зеленского, я вам скажу, Пурим приближается, Бог взял еврея, чтобы постыдить для меня Зеленский сегодня как Мардахей. Посмотрите, как он мудро сделал. Раздали оружие, теробарона, точно как в Писании. Он сказал, защищайтесь, в тот день позволено вам защищаться. Люди защищаются сегодня. Пурим приближается, украинский Пурим приближается. Мы увидим славу Божью. Мы увидим славу Божью. Поэтому мой крик к вам, крик к вам, не крик вам, россияне. Кайтесь и говорите об этом. Говорите об этом. Говорите вслух. Говорите друг другу. Говорите громогласно. Кайтесь, бейте все в грудь и говорите мы виновны. Мы не были солью и светом. Мы не остановили свое правительство. Мы блеяли. Мы просто пресмыкались перед ним. Как перед Жириновским на сцене пресекался этот забыл его Женя. Вот так все пресекались, не только он. Пресмыкались. Я верю, что Всевышний защитит нас, услышит и жестоким судом посетит вас и ваших молчащих овец и ваших слепых пастухов. Завтра, если буду жив, продолжу. Шевченко приготовится. Моя цель настоящее покаяние христианских лидеров, всех. Буду говорить и к украинцам. Храни нас Господь. Перепостите это. Аминь.